Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Колд и в этом ролике я расскажу вам о системе крафта в Торисленде. Приятного просмотра! Итак, на данный момент в Торисленде у нас представлено всего 5 профессий. Это кузнечка, в которой мы создаем латное снаряжение, а также инструменты для всех профессий. Это ювелирка, в которой соответственно ювелирные изделия, щиты, а также камни для артефакта. Это у нас, грубо говоря, портяжное дело, в котором мы создаем кожаное и тряпичное снаряжение, а также сумки для инвентаря. Это у нас алхимка, в которой мы создаем различные банки на реген ХП, МП, а также забавы как для себя, так и для группы. И можно сказать, что инженерка, в которой мы создаем предметы, помогающие нам в бою, а также реагенты для различных других профессий. Я буду все показывать на примере кузнечки, но в принципе во всех профессиях система одна и та же. Сверху у нас представлено, можно сказать, такие 4 валюты. Первая, это не валюта, это уровень нашего мастерства, прокачка профессии. Второе, артизиан спирита, о которой я расскажу немного позже. Третье, это вигар, соответственно местный аналог очков работы, регенерируется 1 очко каждые 15 минут, тратится на добычу ресурсов, либо на крафт каких-либо предметов. И это у нас серебро, за которое мы покупаем на внутриигровом маркете. Итак, после того, как вы пройдете первый квест, вам предложат купить крафтовые инструменты. Мы либо переходим сразу в маркет, либо нажимаем на инструменты в как раз таки окне профессии, нажимаем на инструмент, source и переходим в маркет. И здесь уже покупаем необходимые нам инструменты. Не отходя от маркета, также упомяну, что здесь же у нас покупаются и различные реагенты для тех или иных профессий. Сейчас сложно сказать, останется ли этот маркет на релизе, но потому как валюта из маркета у нас выведена отдельной валютой как раз таки в крафтовом окне, то скорее всего останется. Первое, на что вы обращаете внимание, когда переходите в профессии, это то, что у нас есть различные тиры ресурсов. Соответственно, вот у нас есть 1 звездочка, 2 звездочки и 3 звездочки. И это же по аналогии у нас есть и в предметах. Начнем вот как раз таки издалека, из предметов. Вот эти звездочки влияют не на статы, они влияют не на показатели защиты, они влияют на шанс получения специального атрибута. То есть, если мы наводим на предмет с одной звездочкой, мы видим шанс на получение специального атрибута. С двумя шанс повыше и с тремя уже гарантированно получаем специальный атрибут. Чтобы получить вот такой предмет с тремя звездочками, нам необходимо использовать улучшенные инструменты, а также улучшенные ресурсы. Также, кроме этого, мы можем использовать как раз таки вот этот артизиан спирит, которого у меня нет и который на данный момент пока что непонятно где добывается. Скорее всего, тоже где-то в инстах. Он как повышает шанс на получение вот этого, так и понижает шанс на получение, соответственно, одной звезды. Инструменты у нас скрафтятся вот в таких тулбоксах. Их можно как скрафтить самому в, соответственно, кузнечке, так и купить на маркете. А вот эти вот ресурсики у нас получаются как раз таки вот. У нас необходим лучший инструмент и лучшая руда. Тогда мы получаем еще улучшенный, получаем высший шанс на получение улучшенного камня. Вот такая вот тавтология, надеюсь, вы поняли меня. Нам доступны не все рецепты. Соответственно, крафтить все и сразу мы не можем. Во-первых, у нас идут ограничения по профессии. Во-вторых, у нас идут ограничения, что мы не знаем, у нас не открыт этот рецепт. Для того, чтобы его разблокировать, мы, в принципе, можем нажать сюда. Но в любом случае, нас отправят на окно репутации, на той или иной локации. И уже за репутацию на маркете мы покупаем рецепт на открытие того или иного предмета. Это актуально для всех профессий, для расходки и для чего угодно. Когда вы наводите на тот или иной предмет, у меня, соответственно, по моему уровню все открыто. Ну, вот здесь у вас будет написано, какой необходим уровень прокачки профы. Какой необходимость, насколько сильно повысит, насколько сильно создание этого предмета повысит вашу профу. А также, сколько вигар коинов у вас потратится как раз-таки на создание того или иного предмета. Для того, чтобы добыть ресурсы, которые нам необходимы вот здесь, для вашей профы, мы нажимаем на ресурс. Мы выбираем здесь вкладочку уже просто source и видим, откуда он появляется. Откуда его можно получить. Соответственно, это либо трейд-центр, либо нажимаем на коллект и нас перекидывает. Мы делаем телепорт на ближайший камень, путевой камень к тому месту, где добывается как раз-таки вот этот ресурс. В принципе, система крафта в этой игре довольно проста. И если вы играли в тот же New World или в тот же Albion, то вы здесь все и так поймете. Ну, а на этом все. С вами был Колт. Пока. Пока.